В Никеле прошел фестиваль Гастроиндустрифест. На суд северян свое меню представили рестораторы Заполярья. А звездными гостями праздника стали музыканты группы «Ногу свело». Горит огонь, котлы дымятся, свежий воздух пробуждает аппетит. Желание перекусить стимулирует витающие вокруг фудкорта запахи. Но позволить себе попробовать шедевры от шефов пока могут не все. Попробовать, конечно, очень хочется. И наверняка это произойдет. Вот. Единственное, что нужно будет включить организационные ресурсы. Я объясню, что я имею в виду. Потому что мы играем, а вот потом, я имею в виду себя, потом можно. А перед этим нельзя мне есть, потому что на сцену выходить сытым, это никуда не годится. Я говорю, выду ленивый, что я сделаю? Держаться лидеру «Ногу свело» придется до позднего вечера. Выступление группы станет ярким финалом праздника. К этому времени на берегу Шоу-Нью-Йорке у первого моста яблоку будет негде упасть. А пока на фестивале время, что называется, детское. Заняться ребятней есть чем, выбирай на вкус. Можно, к примеру, поиграть в песочнице мальчишской мечты со строительной техникой. Или ощутить себя героем компьютерной игры. Заняться творчеством, наконец. Ну или понаблюдать, как работают мастера. На этой площадке, например, подрёх бензопил. На глазах зрителей из дерева рождается скульптура. Это будет огненная скульптура. И получается она немножко к месту по времени. Потому что сейчас будет как раз скоро у нас наступать уже совсем осень. Полярная, ну как бы сказать, поворот на полярную ночь. Как раз равноденствие скоро. Так что у нас это будет крокодил, который солнце проглотил. То есть, ну тоже получается гастрономическая вещь абсолютно. Солнце уходит, мы провожаем. Будем жечь вечером огонь. Я думаю, все будут очень довольны. Станция водных активностей – одна из самых популярных площадок первой части фестиваля. Оно и понятно. Искушение ещё раз на излёте осени. Провести время почти по-летнему очень велико. Я ехала отдохнуть с детьми и сама. И нам было интересно. Вот водная станция, мастер-классы, музыка. Концерт ногу свело, тоже заинтересовал. Но мне казалось, что это очень интересное мероприятие в целом. Фестиваль стал ярким событием в жизни Печенского округа. Но задумывался он не одного праздника ради. Цель у инициаторов и организаторов куда более масштабная. Мы всё-таки верим, что рано или поздно ковид закончится. И там границы все откроются. И мы всё-таки рассчитываем на поток туристов сюда. Разных как с России, так и из стран ближнего зарубежья. И в этом смысле вот индустрия комфорта, в том числе и питания, ну она должна быть или должна соответствовать тем ожиданиям туристов, которые, ну триста это же люди, которые там путешествуют по разным частям и городам, и весям. И они имеют возможность сравнивать. И вот мы хотим, чтобы это сравнение было в пользу никеля. Фестиваль длился один день. Его след останется надолго. В виде ярких эмоций и запоминающихся кадров, новых компетенций рестораторов и опыта организации ярких событий. Илья Кумлев, Илья Бояркин, Ильхам Курмашев, ТВ21+.